Взять интервью, записать и выложить. И за это деньги свои запорозитства получить. И ты в равновесии. Мне нравятся пресс-конференции в нестоличных городах. Журналисты с такими глазами, такими задорными, я бы сказал. Хорошие вопросы задают. Вот это в Москве только одно спрашивает. Как вы гей-парадно относитесь и все. А здесь спрашивают, как вам Волга наша, как вам наши острова нравятся. Вдруг приходят из... Такое есть слово, извините, оно очень уродливое. Оно такое корявое, из ресепшена. Приходит ресепсионист или ресепсионистка, я не знаю, мои организаторы, помощники имели с ним дело. И говорят, все, пресс-конференции не будет. В зале пресс-конференции прорвало трубы. Сначала мы подумали, что действительно трубы. Но потом оказалось вот что. Возле вчера еще начались звонки из местного, ну я назову так, а образно, Министерства культуры городского. Мол, дайте билеты пригласительные для домов инвалидов, домов интернатов. Мы выделили 100 билетов пригласительных для детей. А сегодня никто не звонит. И я должен был встретиться с вашими студентами. Условие мое было одно. Мне не платить и чтобы билеты были бесплатные. Приняли такое условие. И я должен был с ними встретиться завтра в 3 часа. Но вдруг и это отменяется. Сегодня на меня обиделось государство. А с родиной у меня отношения в порядке. Государство это то, что всегда предает нашу родину. И кто-то из чиновничьего планктона решил попытаться помешать моим встречам с журналистами. Я знаю кто, но я не буду говорить фамилии. Решили выслужиться перед мэром, перед губернатором и устроили глупость. Но неужели они не понимают, что это все будет известно. И что если люди узнают, кто это устроил, то его же и уволят. Легче их оплачивать. Это что сейчас будет известно? Дай человеку деньги и он станет цензором. Цензуры нет в России. Это вранье. Я столько лет выступаю. Мне ни разу никто не приезжает. Это вы отличились в Заратове. И ко мне ни один человек еще не пришел. Продолжение следует...